Лично для меня Nimbus был всегда таким в меру консервативным северным норвежским брендом. А оказывается, можно вот и так вот. Вот, например, у нас такие вот откидные борта. Такие же, как у моего любимого казанского чистопольского бренда Sea Arrene. То есть это у вас, в принципе, может быть открытой лодкой, но тем не менее мы видим у нее вот такую большую пластиковую крышу. Да, такие платформы часто используются на суперяхтах, но ведь это не суперяхта, это просто скандинав, это просто Nimbus. И тем не менее здесь вот так вот все реализовано. Когда у тебя платформа как трапа опускается в лесенку, и ты, по сути, спускаешься в воду по подиуму. Тут же у нас вот есть Beach Club, да, это вот такой вот лежак. Мы можем здесь лежать, загорать, принимать солнечные ванны. Я вообще не думал, что северные лодки позволяют нам такие возможности делать, но тем не менее вот я делал обзоры Аквадора, и мы видели, что Аквадор активно предлагает, ну, наверное, как и все скандинавы, сейчас лодки на южные рынки, в частности, например, в Турции я много раз эту лодку встречал. Должен вам сказать, что не каждый штурвал может считаться фирменным, и от того, что ты просто написал здесь, выштамповал Nimbus или Аквадор, поменяете вот это название, и ты на самом деле не поймешь. Не в каждой лодке есть штурвал, который опознается на 100%. Вот, друзья, напишите в комментах, как вы думаете, какой штурвал можно опознать, не глядя даже на логотип. Так, ну, я показываю вам, как у нас салон плавно переходит в кокпит. Места здесь, конечно, много для огромной компании. Человек 7-10 здесь точно будут кайфовать. Давайте посмотрим, какие возможности жилого пространства предлагает нам эта, наверное, 40-футовая лодка. А вот здесь сразу идут у нас неожиданные решения. Это мне очень напоминает поплавок катамарана какого-то большого. Ну, и вот, казалось бы, большая лодка, но в полный рост я так и не встал. То есть мой рост 1,80 метра. Я стою не то чтобы на полусогнутых, но я позвоночник свой не выпрямляю. Казалось бы, вот еще чуть-чуть, вот еще немножко, я бы мог бы здесь стоять в полный рост. Но вот, к сожалению, нет. Почему так? Ну, черт подери, не знаю. Зато у нас есть большие горизонтальные окна, которые совершенно точно нам расширяют визуально это пространство. Плюс, значит, у нас на стенах у нас ткань, такая типа сомбрелла. Здесь голый пластик, на потолке у нас сомбрелла. Какими-то натуральными замшевыми материалами здесь не отдает, не пахнет. Но зато есть светлое дерево, такое охристое дерево. Скажем так, это очень действительно похоже на современные катамараны, на чартерные, на лагун. А вот то, что здесь есть вторая каюта, я уже, конечно, предсказуемо хотел бы удивиться. Но черт подери, это такая залезайка, такой погреб, что здесь вот я бы сюда точно не хотел залазить. Мне здесь не хватает места, несмотря на то, что здесь есть даже кушетка. Но черт подери, нет, это не для меня. Я мужчина крупный, и мне нужны более свободные пространства. Зато здесь есть вот огромные шкафы. Многообразие полок. И что-то даже типа, слушайте, даже шеста. Если в какой-то момент вы попросите свою подругу станцевать, она тут найдет, как уместиться. Ну да ладно. А вот, собственно, как выглядит интерьер туалета. А он достаточно оригинальный. То есть у нас здесь есть и унитаз, и возможность принять душ, и раковина, и иллюминатор, и большое зеркало, которое это пространство однозначно расширяет. Еще и на потолке хотелось бы иметь люк, но его здесь нет. Ну, скажем так, это интересный интерьер. Совершенно точно интересный форм-фактор. Лодка для отдыха. Я думаю, где-нибудь в Испании, в Турции такая лодочка за свои деньги пойдет на ура. Ну, по камбузу я уже сказал. Собственно, мойка, плита и холодильник. Там сколько литров, может быть, 30. Ну, что делать на такой лодке, кроме отдыхать, может быть, еще рыбачить. Кстати, хотел вам рассказать про рыбачить. Я тут недавно подписался на канал, который называется «Дневник морпеха». Так вот, друзья, на этом канале такой же товарищ, как я, фанат катеров и яхт. Помимо того, что он путешествует на лодках, делает обзоры, он еще и устраивает сафари. И вот по всему миру на его канале можно увидеть контент. Там он марлины ловит, здесь он тунца ловит. В общем, рекомендую зайти посмотреть. Я думаю, что вас это может заинтересовать. А я пошел на другую лодку. Здесь есть что еще посмотреть. Классика жанра 365 Нимбус. Мы такие лодки любим, она валовая. Два Д-четвертых чаще всего ставят на такую лодку. На ней много не гоняют. Такая небольшая круизная, типа экспедиционная лодка. Предлагаю опять же зайти сейчас быстренько глянуть. У нас такой большой обитаемый кокпит, на котором у нас есть и стол стационарный, и диванчики. Все это у нас закрыто крышей. Мы будем прятаться здесь от дождя сидеть. Плюс, конечно же, это можно все закрыть. Вот такой буквой «Г» наоборот мы видим входное пространство. С одной стороны мы открываем дверь, с другой стороны мы подаем продукты и напитки. Далее мы заходим в деревяшечный интерьер. Вот это уже такая финская, северная, норвежская классика. Это чем-то уже напоминает отдаленно саргу, таргу. Хорошая габелиновая светлая ткань, деревяшечка, черные панели, диодная подсветка. Нам камбус предлагает решение с индукционной плитой. У нас есть мойка. Где-то, а не где-то, а вот здесь у нас холодильник. Комфортный пост управления. Пилот сидит как в литой. Сидение с боковой поддержкой. Тут же мы можем выйти на борт, повязать кранцы или пойти ошлюзоваться. Большой диван. Причем с такими возможностями трансформации, как стола под обед, полдник, завтрак или куда-то. Вот здесь мы видим, я думаю, что это спинка. Ага, вот как. Вмя руками это сделаю. И получается, что у меня два человека. Жалко, что нет здесь еще подлокотника. Могут смотреть вперед. Здесь у нас сдвижная форточка. Достаточно редкое такое решение. Большая, большая панорамная крыша, разделенная на четыре секции, на которой вы еще вверху видите рейлинги, на которых расположили серф. Оригинальное решение. На самом деле здесь можно еще и багажные боксы поставить. И тогда ваша крыша будет вполне себе эксплуатируемой. Но как вы видите, немногие, кстати, у нас крыши эксплуатируют. Вот я видел такие решения на нашем российском самарском бренде Chaser. Ребята делают лодки из алюминия с эксплуатируемыми крышами, на которые ставят туристические багажники. Или, например, там можно просто устроить лежанку. Манящая такая, знаете, сейчас меня деревяшечка. Итак, налево пойдешь, гостевую каюту найдешь. Здесь вот как бы недвусмысленно нам показывают, что у нас здесь есть игрушки, а значит здесь будут жить ваши ребятишки. Я думаю, что им здесь совершенно точно понравится. Лично мне здесь нравится. Мне нравится, что здесь мягкий габелленный, причем, знаете, он с обратным откликом. То есть там что-то под габелленом есть. Здесь у нас, что у нас здесь? А здесь у нас такой мягкий фактурный пластик. И вот знаете, что хорошо? Вот когда бренд выпускает лодки уже десятилетиями, то он не делает таких ошибок, которые очень часто делают турки. На одной из турецких лодок я видел острые вот эти вот углы. Здесь же все сглажено, все мягонько. Поэтому стукнуться больно, вариантов здесь нет. Тем более дети, которые носятся. Ну, слушайте, реализовано хорошо. Прямо напоминает какой-то восточный экспресс. Все очень качественно. И мне кажется, что здесь дизайнер вот наслаждался такой цветовой палитрой. Он запустил сюда хорошее дерево, темное. Я разбавил его серым гобелином. Здесь, конечно, еще немножко не хватает больших иллюминаторов. Но, может быть, это и не нужно в данном случае. Есть классические стандартные иллюминаторы. И есть у нас люк на потолке. Зеркало, кровать. И знаете, что хорошо? Что здесь можно зайти в санузел с двух сторон. Можно как капитану с ходового мостика спуститься. А можно ночью выйти из спальни и зайти вот сразу сюда. И здесь у нас получается полноценная душевая кабина, которая огорожена стеклянной перегородкой. И плюс у нас здесь есть мойка и унитаз. Все очень и очень достойно, ребят. Все очень достойно. Мне эта лодка однозначно нравится. Осталось только понять, нравится она вам или нет. А пойму я это, когда вы поставите лайк. И даже если она вам не понравилась, тогда поставьте дизлайк или напишите комментарий. Но не забывайте при любом раскладе подписаться на мой канал Люди и Лодки. А я пошел на следующую лодку делать обзор. Потому что лодок на Абу Диссельдорф очень-очень много. Не важно, где ты находишься. На реке или в море. Важно, с кем ты. Сообщество Люди и Лодки ценит общение с тобой.